В прошлый раз, когда мы обращались к учению о Боге, мы с вами говорили о непередаваемых качествах Бога, шести из них, которых Бог полностью отличается от всего своего творения, то есть непередаваемые не передаются никому, никакому творению. И уже несколько ребят решило воспользоваться моим предложением и рассказали мне эти шесть качеств. Два на все, всемогущий, всезнающий два, как вы помните, ребята, на вебыло, вездесущий и вечный, и последние были два на не, они же неизменны и независимы ни от кого. Если кто-то из ребят до 18 лет, конечно, еще хочет поучаствовать в этом задании, вы можете подойти и перечислить эти качества и, соответственно, приз получить. Ну, а для тех, которые уже выполнили это задание, для вас новое задание. Когда я расскажу шесть передаваемых качеств, вы тоже можете подойти и мне их назвать. Но в этот раз мы сделаем более сложное задание. Не только назвать нужно будет, но поскольку эти качества передаваемые, то есть нам передаваемые, то есть у нас должны быть, вам нужно будет назвать качества и еще и сказать, как мы с вами, вы и я, можете в жизни эти качества применять. Как, в каких вот ситуациях, в каких поступках, словах, делах мы можем с вами эти качества проявить. Это передаваемые качества Бога. Они относятся к нравственности, то есть к тому, что мы с вами говорим, что мы делаем, как мы с вами живем. И у Бога есть эти качества. Бог един, кто обладает этими качествами в совершенстве, то есть во всей полноте. В богословии эти все качества называются Божьи совершенства. И только один Бог во всей полноте этими качествами обладает. Но это не значит, что мы с вами не должны стремиться к тому, чтобы иметь передаваемые качества Бога. Как раз-то наоборот. Бог постоянно призывает нас с вами, чтобы мы с вами, как послушные дети, дальше вы помните, были похожими, подражали нашему Богу. В чем подражать? Вот в этих передаваемых качествах. Первое, к которому мы обратимся сегодня, это святость. Это одно из наиболее часто упоминаемых качеств Бога. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Огромное количество просто мест, Писания, говорят нам с вами, что Бог свят. Итак, хочу обратиться к книге пророка Исаия, 6 глава с 1 стиха. Это один из моих любимых отрывков по поводу святости Божьей и вот нашего с вами положения ввиду этой святости. Исаия, 6 глава с 1 по 5 стихи. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его, то есть одежды его, наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. И вот как эти шесть крыл были использованы. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Вот из шести крыл, четыре были для того, чтобы покрыть себя. А почему? А потому что они находились в присутствии Божьем. И особого Бога это было присутствие. Дальше вот мы-то увидим, 3 стих. «И взывали они друг ко другу и говорили, «Свят! Свят! Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Очевидно, просто невозможно не обратить внимание на это троекратное восклицание, «Свят! Свят! Свят! И еще раз свят!» Но просто вот действительно ужас наводит на человека вот такое ощущение понимания святости Божьей. Что, собственно говоря, сразу Исаии и произошло с ним. 5 стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаия увидел Бога Святого. Конечно, мы понимаем, это было видение. Он не в полноте увидел Бога. Бога это, естественно, но тем не менее, то, что уже было открыто Исаии, то, что вот провозгласили серафимы, особые ангелы, особые служители Божьи, что Бог свят. Исаия это сразу понял. И вот очевидно, в цвете этой святости Божьей, он сразу увидел, какой он. Какой он? Умный, хороший, добрый, богатый. Можно много перечислять, но совсем другая была реакция. Он понял, что он погибший грешник. Вот только он увидел перед собой Святого Бога, он сразу вот в лучах этой святости, как мы могли бы сказать образно, он понял, что он грешник. Он увидел свои грехи сразу. Итак, Бог свят. Действительно, во всей полноте свят. Очень сложно описать эту глубину, величину Божьей святости, но Библия нам показывает Бога Святого во всем совершенстве этом. В каком смысле Бог свят? Ну, во-первых, Он свят в том, что Он совершенно ничего общего со грехом не имеет. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна в первой главе, в пятом стихе пишет так. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, никакого греха, ничего, даже какого-то пятна нет. Если бы мы с вами представили выстиранное белое белье, одежду или простыни, вот чистое, белое, ну, вообще никакого нет, даже пятнышка. Если появляется хотя бы уже какое-то пятнышко, это уже не в полноте белое, не в полноте чистое. Вот так же и с Богом. Бог во всей полноте святой. То есть не имеет ничего общего со грехом. Второй смысл слова, в чем Бог свят, это в том, что Бог отделен от всего остального творения. Бог не такой, как все остальное творение. И как же быть теперь с нами, если Бог отделен от всякого греха, и Бог не может мириться со грехом из-за того, что Он свят, ну, вот как особая чистота, может мириться с грязью. Конечно же, не может. Что делать нам с вами? Как нам приблизиться вот к такому святому Богу? Только через Иисуса Христа. И это не просто какой-то дежурный ответ или там самый проходной ответ, как мы можем сказать, через Иисуса Христа. Это действительно так. Нет другого пути, как через святость Божью, самого Бога, Иисуса Христа, прийти. Однажды я увидел поделку, которую сделали дети в христианском лагере. Интересная поделка. Она состояла всего из двух листиков. Один листик был белой бумаги, а второй листик вот так открывался и закрывался на спиральке. Но этот листик был не бумажный, он был из пластика. Он был из прозрачного пластика, ну, как мы с вами иногда видим, такое, как вот файлы, более твердый прозрачный пластик. И цвета был этот пластик красного. На белом листе бумаги, обычной бумаги, было написано слово «грех». И когда этот пластик был открыт, просто белый лист бумаги, там было очень хорошо видно слово «грех». Но было написано красным фломастером. Слово «грех» на белом листе. Когда же просто прозрачным красным цветом закрывалось, то был виден только белый цвет. Слово «грех» исчезало, потому что красного цвета был этот пластик. То есть сливались цвета, и куда-то написанное слово «грех» девалось. Оно было невидимо, благодаря вот этому красному защитному цвету. Очень хороший пример был таким образом использован, чтобы показать детям, что значит кровь Христа. Бог смотрит на нас с вами, грешников, через жертву Сына Своего, Иисуса Христа, через кровь Христа, вот эту пролитую за наш с вами грех. И богословы еще приводят такой пример, что происходит как будто бы обмен, когда мы приходим к Христу. Мы отдаем Ему свои грехи, все то, что мы с вами наделали, наговорили или не сделали, все ужасное, плохое, грубое, грязное, греховное, мы отдаем Христу, а Он нам за обмен дает свою, эту прекрасную, чистейшую святость. И мы теперь обладаем этой святостью Христа. Вот такой обмен должен совершиться в жизни каждого человека. Действительно, мы можем прийти к святому, непорочному, чистому Богу, будучи грешниками, но мы приходим к Нему через Иисуса Христа, через то, что Он сделал в нашей жизни. Поэтому для нас с вами святость Божья с одной стороны действительно страшное качество, потому что мы грешники, и это так, и мы понимаем, почему нам страшно. С другой стороны, это качество Божье очень нам необходимо, если мы действительно желаем иметь общение с Богом. Бог нам дарует свою святость, и это святость Христа. И это качество святости передаваемое. Конечно, мы понимаем, что на земле нет ни одного совершенного человека, мы знаем только одного, Иисус Христос, который был и Богом, и человеком, Он был совершен, и в Нем действительно не было, и нет ни одного греха, Он только один, который не имеет. Ну, за все свое время в христианстве я слышал, видел одного, и слышал еще об одном человеке, который заявляли, что они не имеют никакого греха. Ну, оба отлучены. Люди, действительно, это означает, если человек не видит, что он грешник, это означает, что он на самом-то деле не видит Бога Святого. Вот, как у Исаия, в свете Божьей святости, Исаия сразу увидел собственный грех. Если человек не имеет близкого общения с Богом, то он видит грехи кого угодно, и много может видеть грехов в других людях, но в себе этот человек грехов не замечает. Причина вот в этом. Он не видит Святого Бога, он не сравнивает себя со Святым Богом, сравнивает других людей, возможно, с собою или с другими критериями. Каждый человек является грешником и нуждается в том, чтобы Бог простил его грехи и таким образом только может приближаться к Богу. Но почему это качество передаваемое? Потому что Бог сам призывает нас быть святыми. Первое послание Петра, глава 1 с 14 по 16 стихи. Вот этот как раз призыв и находится. 1 Петра, 1 глава с 14 по 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Написано это в книге Левит, Петр цитирует из Ветхого Завета эти слова и применяет эти слова, братья и сестры, ко всем нам верующим, без исключения. Это призыв и ко мне, и к вам. Во-первых, 15 стих, «По примеру, по примеру призвавшего нас святого». То есть как раз это качество Божьей святости является передаваемым. Бог – пример для нас с вами в своей совершенстве святости, и значит нам нужно к этому стремиться, быть святыми. Здесь написано 15 стих, «И сами будьте святы». Обратите внимание, во всех поступках, во всех, не через одно, не через два. Во всех поступках, это и во всех словах, и во всех делах. Бог призывает меня и вас, чтобы мы действительно были и стремились быть такими святыми, проявляли активное старание в этом вопросе. Святость Божья, хотя и приходит к нам с познания Иисуса Христа, но тем не менее, это еще наша с вами работа, наша с вами выбор, желание, стремление и то, что мы с вами должны делать – быть святыми во всех поступках. И опять же, это не только наша праведность, это не своими силами, не из-за нашей праведности эта святость возникнет. 16 стих, ибо написано, «Будьте святы, потому что». Потому что это причина. Потому что это на основании чего? На основании того, что «я свят», говорит Господь. То есть, ни один человек не сможет, опять же, без Бога достигнуть этой совершенной святости. Как ни старайся. Исаия пишет, что наша праведность, как запачканная одежда, вот она какая, она совершенно не дотягивает до стандартов Божьих. Но, надеясь на Христа, вникая в Его Слово, исполняя Его, совершая вот такой молитвенный труд, даже, возможно, борьбу, вот такую, и молитвенную, и в свое сердце, в жизни борьба, я выбираю идти вот этим путем освящения, как мы говорим, то есть, становиться более святыми, более чистыми, более похожими на Бога во всех поступках. Это, во-первых, выбор, а во-вторых, с Божьей помощью, с молитвой, с просьбой об этой Божьей помощи, вот эта борьба и будет дальше совершаться. Да, возможно, будут падения, но Библия говорит нам, что праведник, хотя и упадет, но встает. И, возможно, еще раз упадет, но встает с помощью Божьей, с помощью просьбы и силы, которые Бог, Господь наш будет давать нам с вами. Что нам нужно делать? Интересно написано во 2 Петра, 3 глава, 15 стих. «Господа Бога святите в сердцах ваших». То есть, мы должны особенно отделить Бога, поставить Его на первое место. Слово «святой» имеет отношение к ветхозаветним, вот, к примеру, святым сосудам, которые находились в храме. В чем была их особенность? Это не были сосуды, которые отличались как-то по форме, по внешнему виду отличались бы. Они сделаны были тем же ремесленником, который продавал сосуды где-то еще, возможно, на рынке. Когда их приносили в храм, над ними совершался определенный предписанный обряд, они были отделены от всех остальных сосудов таким образом, для того, чтобы совершалось служение Господу с использованием вот этих сосудов. И тогда они уже считались и были таковыми святыми сосудами, освященными. Снова повторим, что они не отличались ни по форме, ни чем-то еще от обычных сосудов, которые люди использовали в своей жизни. Но после того, как они были отделены от всех остальных для служения Богу, тогда они и были святыми. Здесь пример для нас с вами, что мы с вами тоже себя в некоторой степени отделяем от этого мира. Почему? Потому что мы посвятили себя на служение Богу. И это служение, во-первых, нашей жизнью, в том, что мы читаем Слово Божье, вникаем в Него, сохраняем, запоминаем и, главное, поступаем. Вот таким образом мы служим Богу, когда мы поступаем по Слову Божьему. Мы посвящаем свою жизнь на то, чтобы исполнять Слово Божье. Ну и, конечно, мы говорим с вами о различных видах церковного служения, которое мы совершаем вместе с Церковью. Ну, самое разнообразное, и это уже другая тема, но Господь наделяет нас с вами и духовными дарами, и дает нам способности, возможности, время, помощь свою для того, чтобы совершать этот церковный труд, таким образом совершая служение Богу. Итак, мы с вами обратили внимание, что Бог един, кто в совершенстве свят, мы все являемся грешниками, и потому нуждаемся в том, чтобы Бог простил нам наши грехи, омыл их, очистил кровью Иисуса Христа. Во-вторых, мы самого Бога ставим на первое место в своей жизни, и мы совершаем служение Богу, потому что мы избрали вот этот путь святости, то есть отделить себя и посвятить себя на служение Ему своей жизнью и различного рода церковным служением. Аминь. Продолжение следует...